извините не очень понимаю подачу материала так вчера слушала ролики запутать а кстати еще же есть исключение если просто саженец не привитый сенец и таких полно и ваулин в моих вырастил и даже повторяя меня вот значит так и написал посадили забыли то есть никакой обрезки вообще понимаете это тоже железо сегодня статус на проявлять резких обильный поле вот это интересная тема хочу понять суть на сложная подача я не могу быть другими за меня ругает не все некоторые требуют от меня классическая лекция классической а если переходить на классическую лекцию то получается что не делай это не делай это не делает еще и и даже один вебинар много они 320 мне все время приходится обосновать я живой человек я отношусь к людям которая прошли я это оправлюсь тысячи книг я считаю с удовольствием все же читал детства эти самые детективы я знаю что и первую страницу убили человек я знаю что на 325 страница это прочитать их надо же целые дни учебные жизни кляхом может заниматься между за полных дней 3 страниц каждый день то по 3 часа теряю годы конечно еще три года теряя я смогу заглянуть на последнюю страницу узнать то убийца да не вся подача то я тоже как я автор который такой так запутал что хрен поймешь все же это убийца так а вот тут вот это вот этого среди оставил а вот это вот к пистолет подкинул а вот а тут еще любовная линия а могла любимая женщина убить и вот и среди вас такие есть вот участники вот пусть будет 500 потом с этими тысячах но это люди которые в основном да я знаю вы меня ругайте манера речи структура речи сложная вы пишете для вас ну я не могу вы знаете как когда я вам советую мне 20 дисков ведь когда я ребрик свидетел просидел все эти все мои главный редактор вестника садовода который сегодня с теплотой вспоминал вот там была другая подача я стою с указкой там некогда вот так рассказывать анекдоты как я рассказываю здесь вот ну пожалуйста купите вы диски московской 11 12 раз я сто процентов веришь и не купите вот до сложная подача до 900 рублей пару сотен на пересылку 1100 и вас вся вот это вся агротехника включая там еще последним третьем диске номер 13 там еще вся это подача это прививок они бесценны и 3 хватит без этих 220 мы же здесь общаемся понимаете ольга мы общаемся а вам допустим ну купить и материнском миллиарда там даже скажите на пикосинку обещали мне высадить свой счет я заплачу 3 по 300 вот и все его вам не надо сюда захотите время терять вы впишите вот сложная подача а для новичков всегда сложно ну что я могу сделать я не могу по-другому еще не перед друзьями душа раскрыл не страшно обидно вот я заработал новинскую премию под просто это понять не невозможно это потому что для нашей науки воля получается так унижение если оказалось что мимо нас просвистел этот самый со своими открытиями простой металлург или два металлурга латинков тоже металлург да заслуженные но металлурги вот для не унизите два варианта выставляет нас анонбльскую премию или притвориться что мы ничего не знаем ждем пока китайцы или эти американцы украдут все что я здесь насочинял допустим американцы украдут но унизительно что не мы не академики догадались вот и получилось помните а вот президент императорского общества садоводов генерал раевский с вами бы не согласился это ведь он от себя говорил у меня не повернулось сказать что я ранее как с вами не согласен что нет никакой вегетативной гибридации когда столько у меня фактов а тут трассы вывернулся генералу и девятнадцатый век осваивание согласится причем разница за между себя себе и крыма носить и сравнивать городничин привет из москвы смотрите здравствуйте это все его здравия ольга последний вопрос что по железу пробега копороз фитоспарин как смынилеза боюсь решение выдерживает у меня так первое вот их вишни я в подмосковных садах нашел 2 обе больные несчастны в обоих был штамба 8 вишня по природе штамба нет это полу кустарник растет от земли вот так но кто-то решил что это отрезать отрезать вот этот метр и потом это жалкое создание несчастная она же все искалится листик вот такой вот плодики мелкие кислое вот а начитался ведь не зря он кто-то же его надоумил потрясающих чертой матери и из кустарника сделать стабовое дерево понимаете это первое по я не знаю где вы живете сибири в европе и на юге севера к сожалению вот но то что я видел это действительно было уже за пределами это было уже беспредел как бы это вообще непонятно чем всех думал теперь про медный купорос медный купорос это прежде всего лекарство именно это не лекарство это прежде всего удобрение и когда медным купоросом опрыскив деревья вот рано или поздно с листьев со штаба попадает почву и дерево немножко помогает как это почему как микроэлементы медный купорос это мощнейшие средства а его используют здорово он же как бы еще и обладает обеззараживающими свойствами его используют люди видят что на дереве грибы а грибы трогать нельзя им надо не мешать они только меропричину жрут геоподогены грибов я за свою жизнь в москве на украине и в сибири не нашел ни одного они стали для меня мифом они вроде бы есть а их нет и привозила елена сам савельевич свою эту подругу она же она же начальник лаборатории по грибам госуниверситета и что нету нету понимаете а то что есть манилиоз это последствия дождей вот это последствия того что тот же самый моя это моя любимая сорт это груша лесная красавица терпеть не может влаги если вы видели какие становятся вот уж точно все в грибах но сколько бы мы не поливали меду к опросу в частности бесполезно ничего не вылечить никогда не вернется в это вот то есть имею ввиду до осени и как они деревья покрыты листья этим самым манилиозом так и будут покрыты как будут покрыты паршой так и будут как это вся планета этот за это тоже когда-нибудь скажут о господи ведь и железо же боже мог вам помочь сэкономить миллионы тонн избавить от ата потому что есть ему предел и вы хотя бы задели знаете чем хороший метод купаться что он двойного назначения он обеззараживатель но он же еще и удобрение и одно другому как бы противоречит но по крайней мере конце концов только не в этими не напутайте с этими сами но это главное запомните 1 2 процента 1 процент берете ведра воды высыпите туда я уже конкретно высыпьте туда пачку 100 грамм на ведро воды 10-литровой вот вам один процент и избавить боже больше я проверял покрываются я когда-то же тоже пришел вот сапчик учился как все вот это потом и видишь она доделать наоборот следующий этап а тогда это что листья покрывается пятнами любое пятно больной лист нельзя перебарщить это вот вы знаете этот анекдот а я чеши ой нет с таким сексуальным уклоном не буду ну просто поверьте мне что медный купорос можно использовать только как удобрения до удобрения но никак нет не менее не яда химикат фитоспорин господи я не пользуюсь я про него практически ничего не знаю но мне почему-то кажется что все что я говорю касается фитоспорина также точно как любые эти самые те кто что мы называем обычно яда химикатами или там допустим все все проехали как с манилиозом быть манилия это гриб который жрет только это продолжаю вам отвечать вот который жрет только мертвую ткань и поэтому когда вы опрыскаете манилия опрыскаете хоть медным купоросом хоть этим хоть тем хоть ой господи сколько их на пановой дворе вы всегда узнаете только потом к сожалению что как была гриб панилия так он и остался и хотя таких случаев миллионы и миллиарды никому голову не приходит что от никогда еще уничтожая гриб манилия он может чуть-чуть только скукожиться а я 10 вот но дерево умирала и будет умирать просто обрам переработка мертвичины утилизация будет медленнее потому что вы боретесь не с причиной ну вспомните в это самое допустим это же самое груши гниет только так а я внизу а вверху а вот вы манилиоз а вот это все наш вопрос ответил шестак привет из питера ярушина купил у вас косточки манджурских крупноплодных абрикосов изучила тему сертификации посадки весной постараюсь полностью сверить вашу рекомендацию ну вы видели в эту фотографию до кино 1 сотки там было тысячи этих такой все лишь взошли все до одного тоже не не пустая болтовня была представим что сколько-то из них благополучно вырастет а дальше пробел что делать летом и осенью когда приводит крупноплодные наложенские укажите где можно взять посмотреть вот эти были раз повторял и так давайте еще раз тут принципе конечно больше не нравится когда подряд себе оснащил ну хорошо давайте так вот у меня есть такая вещь сейчас мы туда попадем сейчас мы туда попадем 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 вот ну можете представить уже время прошло 3 часа а я сейчас начну как практически с нуля что мы все с вами делаем самый быстрый и дешевый способ создание плодного сада смотрите и вы мне пишите письмо по электронной почте желательно я высылаю вот так вот делаю копировать я высылаю вот эту статью вот там пусть прошло 8 лет или 6 ничего нормально что вы там увидите вот вот самый быстрый способ видите а дальше мы это эти самые это просто как бы назвать это просто для такая добросовестная статья я беру даже шире чем просто видели откуда начинаю почему я говорю что я беру вас я беру вас я издаля начал меня всегда в грозы стороны уносило поняли вот уносит и уносит красота какая сейчас господин надо быстрее тогда смотрю как не закончить а ну вот видите вы выписали у меня допустим косточки именно от этих плодов среди цифра 100 штук посадили срезали прямой в общем вы поняли что здесь ответ на ваш вопрос здорово да а попутно посмотрите сколько еще совету даю попутно это моя болезнь такая не зацикливаться не зацикливаться вот вот самое интересное а вот стать академик все отрешивайте вот он какой видите и вот он умолчился какой будет все отсидать что я на ваш отвар почти ответил то есть вы берете вы берете вы берете и И заказывайте у меня вот этот штатив Разберетесь И это будет нормально Все бесплатно, никаких этих хитростей